привет представься пожалуйста как тебя зовут и из какого ты города здравствуйте меня зовут наталья я из города ангарска наталья скажи пожалуйста как ты познакомилась со светланой лавровой почему стала наблюдать за ней и приехала в итоге на ее ретрит со светланой лавровой я познакомилась через сайт школы автономии которым меня подключила моя подруга с которой мы так двигались так сказать по духовному пути и вот она меня вывела на светлана лаврова когда я посмотрела это я сказала таня ты отправила мне огромный кусок золота потому что это сразу впало в мою суть и мне очень в общем со света я теперь с ее ретритами о которых она рассказывает с какими-то ее откровениями знаниями я теперь просыпаюсь и засыпаю можно сказать то есть я все время слушаю ее если бы мы выделяли в какие-то конкретные слова то что тебя зацепило в свете это какие качества конкретные слова то что как она сказала самое главное она помогает людям прийти к себе найти себя прийти к себе и конечно каждый человек он пришел в эту жизнь не только есть пить спать и размножаться извините уже за такое откровение находиться постоянно в состоянии быта а он пришел для чего-то другого о чем чувствует его внутренняя суть внутреннее я и конечно я думаю очень многие находятся в этом поиске но главное те как я вижу которые находятся на сайте школы автономии там уже явно видно что люди не просто сюда пришли если сейчас забыть что включена камера что это просто разговоры двух людей которые прожили вместе ретрит насколько вот за эти пять дней удалось приблизиться тебе самой себе вот я услышала да что для тебя это важно вы знаете я скажу немножко наверное такими словами я утром сегодня проснулась и почувствовала что я была как бы вот знаете печь в доме многие наверное знают да печь в доме которая уже засорилась толком не обогревала и хотя печь это сердце в доме считается в каждом доме печка и здесь я прочистила все свои трубы заслонки и загорела пышным пламенем именно внутри вот я бы так сказала стала отдавать тепло получать сама тепло и отдавать тепло прочистила все дымоходы здесь вот если так образно почему-то мне пришло именно образ печки не знаю почему когда мы вчера возвращались с экскурсии я посмотрела на тебя и сейчас я на тебя снова смотрю я тебе это хочу сказать тоже чтобы это осталось у нас в память о нашем этом разговоре ты прямо засияла посвежела и помолодела я вчера бы я повернулась к себе когда мы разговаривали в автомобиле и сейчас на тебя смотрю спасибо огромное спасибо галочка спасибо тебе как организатору всего этого здесь не было ни одного состояния дискомфорта было у меня изначально было напряжение то что я как бы возрастной человек я почему-то ожидала что я сюда приеду все молодые у меня вот этот страх он как бы удерживал ехать не ехать я подумала если первая мысль пришла ехать ты знаешь я одна из самых первых тебе написала я решила что я беру себя за заднюю точку просто плавненько выпины вы потому что это нужно это мне нужно уже я находилась на той грани предела и физического состояния своего здоровья психоэмоционального состояния и душа моя вот прямо внутренняя суть моя рыбалась что меня и меня и меня и езжай 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 вот я здесь ребята часто спрашивают меня когда собираются на ретрит такой вопрос примерно он так звучит пять дней пять дней а достаточно 5 а что мы бы сделать успеем за пять дней а ты сейчас такие серьезные моменты затронула что зажигается жизнь открыло сердце пошло до что ты можешь принимать это тепло отдавать сама это тепло это такие ну это щелчок который может случиться ведь а может нет очень глубинные процессы пошли очень глубинные вы знаете я очень давно как бы в одиночку не танцевал не отдавалась пространство вчера я танцевала позавчера я зашла в зал где сергей леонидович играл я сразу вот вошла и сразу стала танцевать и он такой молодец остановил свой рояль так сказать подошел и стал со мной танцевать это было настолько вековременно взять я попала в необыкновенно вот в сказку я попала по моему ощущение во-первых люди талантливые многогранные все которые приехали получать сюда знания кто отдает нам эти знания байкал вся эта обстановка вы знаете вот я просто нахожусь в сказке и 5 дней я думаю достаточно потому что и сказкин тоже нужно выходить в реальность чтобы остаться с самим собой света сознать и так ну трудиться потому что раскрытие себя это тоже труд это осознанность нужно учиться осознанности такое мое мнение очень ты сейчас важный акцент расставила то есть ты уезжаешь с таким резюме на что ты взяла какой-то материал для работы да я взяла огромный материал и поэтому задерживаться и пребывать в сказке не нужно это мое такое мнение нужно выходить свою осознанную реальность и развиваться дальше я знаю что ты не первый раз на байкале ты была здесь уже поделись как в этот раз тебе открывалось это пространство как тебе наши экскурсии удавалось ли этим экскурсиям которые были достаточно длительные потому что расстояние большие помогать процессу ретрита вот как для тебя это все было связано и прошло экскурсии девочки просто великолепные во первых погода вот как будто все высшие силы нам дали именно такую погоду не жарко не холодно полное благоденствие в байкале раньше я приезжала я даже боялась зайти купаться сейчас я прям туда как рыбка как рыбка ныряю ну что еще сказать когда ездили на экскурсии я раньше не воспринимала это не могла раскрыться вот правда не могла раскрыться но смотрела это все красота к ней невозможно остаться равнодушным но именно вот раскрытие сердца оно произошло именно во время этих экскурсий я бы так сказал именно во время этих экскурсий вот именно чувство осознанности что долго в этом пребывать нельзя ты полюбовался красотой но самое главное достояние всего это ты сам это ты сам самой себя нужно снять как вот капусты и листочки достает снимает снимает и там остается как бы такая хорошая сердцевинка крепкая полезная и вкусная я бы сравнила еще так капуста и печка да были какие-то твои переживания вот именно на местах силы связаны с местами силами ты можешь не говорить какие конкретно просто интересно вообще вот эти процессы они придумали людей про вот эти земли про эти места или все-таки что-то такое здесь существует вот на твой взгляд здесь существует потому что всегда это знала байкал и вообще вот земля это она действительно святая во первых она намоленная годами тысячелетиями я бы сказала даже здесь происходит мне кажется с каждым кто даже занимается не занимается трансформация не тронутая природа несъеденное пространство я бы так это назвала именно не съедены необыкновенная чистота байкала согласитесь какая вода какой песок здесь нет ощущения грязных рук здесь чувствуешь себя всегда чистым ты просто хочешь окунуться как бы в эту воду раствориться с байкалом но ощущение какой-то вот неприязности грязности нету здесь настолько все чисто и конечно когда мы ездили на экскурсии там более высокогорье вот это пространство что хочется с этих гор взлететь как чайка поркать над байкалом но особые ощущения я получила во время медитации я даже поделюсь какие расскажи какая была медитация какой-то был процесс какая-то была практика это было ощущение это была вчерашняя медитация которая мне помогла это с бубном на моих обоих лепку под скрипку да под скрипку было да я очень люблю и ножевые инструменты как-то мое тело отзывается именно на живую музыку я очень редко включаю какую-то музыку а вот живая скрипка конечно олечка это это супер и вот вчера представляете я поразилась в медитации нахожусь и вдруг я ощущаю как будто я стала вот такой мелкой-мелкой звездной пылью но со звездочками вот они все-все звездочка я танцую над всем этим в них и в потоке в общем это я именно танцую а тело лишь и вот такие испытала ощущения это были невероятные ощущения как бы я занималась раньше медитациями ощущала очень хорошее состояние покоя миротворение высказала но вот такого чтобы я вышла и было вот именно вся сотканы и звездочек вот этого вы я даже и даже представить себе не могла да очень интересно потому что у меня было похоже да и главное танец балета почему-то именно танец балета как бы ножку так поднимал ручки вот именно знаете вот такие какие-то позы дела и кружение вихрь 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 и полет вы представляете это просто необыкновенный вчера я пережила во время медитации необыкновенное ощущение то есть ты покинула границы своего тела и почувствовала кто то есть на самом деле шире и больше да еще я знаю что у тебя был конкретный запрос когда ты ехала на ретрит у меня был конкретный запрос ну вот мне даже стыдно его озвучивать нет его не нужно озвучивать мы просто поговорим об этом даже я знаю что он был расскажи как у тебя трансформировалась твое отношение к этому запросу потому что в первый день я знаю ты еще сомневалась озвучивать ли его на группу потом вот ты решилась вот про это расскажи как как ты все-таки решилось и что ты вообще в итоге получила именно касательно этого запроса но вообще по природе своей как бы человек не решительно наверно изначально изначально такое ощущение что вот я коплю 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 потом все это так концентрирую концентрирую потому что не хочется проскальзывать сквозь щели как я считаю, а вот хочется выстрелить, таким выстрелом именно концентрацию своей мысли, своего желания, именно чтобы она была как выстрел. Пусть она будет для всех неожиданной, но она будет правдивой, искренней и как выстрел. Так вот, когда я сюда приехала изначально, да, мысли такие были по поводу моего, так сказать, не очень желания, которое для всех я боялась, что это будет шокирующий, как это такая женщина, и вдруг у нее такое имеется. А потом, вот поговорив с вами, я хотела сначала все это на личной консультации, я подумала, от себя не убежишь, надо быть честной. Я все это сконцентрировала и здесь рассказала, так сказать, людям, которые тоже сюда приехали от чего-то избавиться. И как бы я считаю, что да, я укрепилась в этом своем решении, что я больше, ну, я откажусь от этого, что меня мучило долгие годы. Отпущу тех близких, которые ушли, и я за них держалась, потому что я очень их любила. И, конечно, мы все, нам, как говорят, нам не настолько их жалко, нам жалко себя, когда нас покидает, близкие нас люди. Вот это самое главное. но нужно это принять. В общем, могу сказать, что настолько я благодарна, и не знаю, есть ли высшие силы, которые нас ведут, я верю, что что-то есть в этом мире, помимо нашей сущности, личной. Благодарна, что меня все-таки направили сюда, подсказали, вот у меня даже горло перехватывает от волнения, что я поборола свой страх, копила, копила, и выстрелила, и приехала. Здесь, во-первых, сразу встретила необыкновенную девочку, с которой мы жили в номере, Светлана. Это вот просто, она была как бы и мое отражение, и в то же время она была мне такой необыкновенной помощницей, поддержкой. Она же меня тоже там в номере подстегивала, как я это называю, волшебной пендией. Она мне тоже это давала, но давала это с такой любовью, чувством сострадания. В человеке очень важно, когда есть сострадание. В общем, я даже вот не могу передать чувство благодарности всем, кто меня окружил здесь. Ни один человек не вызвал во мне какого-то негатива. Вот ни один. Просто изначально первый день, конечно, я была очень зажата, очень зажата, насторожена. А теперь я просто порхаю. Вот порхаю, как вот эта звездная пыль, из которой было мое чудесное тело из звездной пыли. Представляете? Это просто... Я даже представить себе не могла, что такое может быть. Давай представим, что это видео, возможно, через какое-то время, полгода, год-два, неважно, ты посмотришь сама. И я бы хотела тебе сейчас предложить, отправь, пожалуйста, послание о самой себе, то и Наталье, которая случайно забудет вот этот разговор и случайно откроет Ютуб, увидит свой отзыв и будет смотреть это видео. Что бы напутствовала ты сама себе вот именно из этих мест, вот из этого состояния, в котором ты сейчас пребываешь? Так, Галочка, извини, но я хотела бы сначала поблагодарить тех людей, которые помогли мне создать это состояние, в котором я нахожусь сейчас. Конечно. Всех вас, вот, всем вам огромная благодарность от всего сердца, от всей души. Высшим силам, за которые меня выпнули сюда, направили сюда, я настолько благодарна. О себе я хотела бы сказать так. Во-первых, я уже хочу на следующий репейт, но в Сочи у меня не получится, но возможно где-то здесь поближе когда-нибудь. Я очень надеюсь, и Света сказала, что я обязательно приеду, а до этого времени мне, конечно, нужно все это отработать, все, что я здесь осознала, поняла, мне нужно прийти к этому. Осознание – это одно, ты должен прийти к этому, раскрыть себя, научиться это делать, научиться понимать себя, слушать себя, чего же хочешь конкретно ты, твоя суть, твое я. и хотела бы сделать такой отзыв для всех, кто еще сомневается, как я, в своем возрасте, в каких-то своих страхах. Это же страхи, во мне сидели очень большие страхи, что я даже не достойна тех людей, которые вот здесь будут собираться, что они все настолько продвинутые уже, а я, ну, как бы я иду по жизни, по духовному пути, ну, все равно, ну, не такая, потому что я читаю отзывы, слушаю Света, в общем, я никак не могла избавиться от этого страха. Простите, что я вас задерживаю, я хочу сказать всем, ребята, не сомневайтесь, приезжайте, вы обретете самого себя, вот, вы обретете самого себя, честное слово, поверьте мне, вы будете настолько счастливы, если вы поверите, поверьте, всем огромная благодарность, всех люблю, всего самого доброго, низко клоняюсь всем.